Всемирную известность Льву Баксту, настоящее имя которого Лейбхайм Розенберг, принесло сотрудничество с балетным импресарио Сергеем Дягилевым, по приглашению которого Бакст оформил ряд постановок русских сезонов в Париже. Кроме французской столицы художник также учился, жил и работал в Санкт-Петербурге, но родиной Бакста является Беларусь. Лев Бакст родился в Гродно. Он, по мнению некоторых искусствоедов, был самым известным художником накануне Первой мировой войны. И работ его практически не было в Беларуси, но благодаря усилиям Белгоспромбанка было приобретено 8 работ Бакста. Представленные на выставке работы Льва Бакста были приобретены на известных мировых аукционах. В экспозиции не только эскизы, но и сохранившиеся оригинальные балетные костюмы, рисунки, афиши и обширный, рассказывающий о дягилевских русских сезонах, фотоматериал. Он один из главных организаторов и участников знаменитых балетных парижских сезонов в Париже в начале прошлого века. Тех балетов, которые фактически открыли новую страницу в их развитии, и после которых балет уже стал совсем иным тем, которым мы наблюдаем его сейчас. И в конце концов его можно назвать законодателем мировой моды. Увидеть на Рижской бирже можно и произведения из художественного музея Литвы, где также побывала передвижная выставка Льва Бакста из Латвийского национального художественного музея, из фонда Александра Васильева. 30 работ мастера специально для экспозиции в Риге привезены из Санкт-Петербурга. Мы можем представить спектакль, скажем, «Ипполит» в полном театральном построении. Фотографии, эскизы костюмов, которые сделал Бакст, сами костюмы и даже макет. Макет, который Бакст делал вместе с «Аллегрием». Это штатный сценограф императорских театров и Александринского театра в том числе. И таким образом можно понять, что из эскизов художника переходило в реальные костюмы. Особую славу Льву Баксту принесли его работы для балета Игоря Стравинского «Жар-птица», костюмы к балетам Клеопатра Антона Оренского, послеполуденный отдых Фавна Клода Дебюси. Увидеть на выставке она будет открыта на Рижской бирже до конца августа. Можно и совсем ранние работы мастера. Валерия Смирнова, Раймонд Срумба, Первый Балтийский канал. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова